Всем привет! Сегодня поговорим про классику Bird Karakara 2. Множик представлен для обзора официальным дилером ножей Bird и Spyderco в России. Ссылка на магазин и промокод на скидку в описании к видео. Итак, упаковка. В принципе, ничего не изменилось с древних времен. Множик поставляется вот в таком виде. Это версия с накладками из пластика FRN. У меня есть мои версии с накладками HG10 и нержавеющая сталь. Сравним с ними, посмотрим, что поменялось за более чем 7 лет. По-моему, этим ножам уже больше 7 лет. И сравним, посмотрим, насколько изменилось качество и тому подобное. Итак, пластик без стальных плашек. Рукоять достаточно цепкая, ухватистая. Бывают различные варианты цветовой расцветки. Замок Back Lock. Отверстие для однорукого открытия. Четыре положения для клипсы. Все стандартно и всем известно. Замок работает достаточно мягко, приятно. Спуски у нас здесь от опуха. Сталь привычная. 8 Chrome 13. Молибден Ванадиум. Ножик традиционно для бёрдов спайдерка лежит в руке. Есть упор для большого пальца. Есть подпальцевый чойл. За это мне эти ножи очень нравятся, что есть различные варианты хвата. На каждом из вариантов хвата есть цепкая насечка. Соответственно, ножикам удобно наработать. Что мне здесь не понравилось. Качество литья самих плашек. Особенно вот их обработка с внутренней стороны. Мы видим вот эти вот остатки формы. Откуда оно лилось, отламывалось с двух сторон. Они выступают за пределы самой рукояти. Соответственно, просто напильником их можно спилить, доработать. Но такая неприятная мелочь. Сразу скажу, у копии от марки Firebird с подобными плашками на рукояти. Вот эти все моменты сразу же заполированы из коробки. Такой вот маленький минус, негатив. В остальном это привычная кара-кара. От старых версий она отличается лишь мягкостью замка, как мне показалось. Но сам замок, в принципе, можно отрегулировать жесткость его работы. И, соответственно, будет все хорошо. Такая рукоять при силовом хвате достаточно сильно наминает руку. Потому что вся эта структура ориентирована против упора. Палец как бы цепляется с нее и в обратную сторону соскальзывает. Но это и плюс, и минус. С другой стороны, такой пластик Firebird достаточно лояльный к вашей одежде и снаряжению. И не будет ее портить, как G10. Посмотрим, как выглядит кара-кара G10. Она значительно тяжелее. Замок ее гораздо туже. Причем настроить его работу, регулировкой осевого винта и винта коромысла у меня не получилось. Она все равно достаточно жестко работает. И работать ножом одной рукой, открывать, закрывать, особенно одной рукой достаточно сложно. Вытачки в разблокировке замка бэкспейсера у нас здесь одинаковые. Толщина рукояти в обухе плюс-минус одинаковая. Ну а по подгонке деталей мы видим вот такие вот есть зазорчики. В общем, не все не совсем идеально, но за свою цену весьма интересный нож. И вот версия. Это, к моему, просто кара-кара. Со спусками не от обуха. С таким подводом. Достаточно массивным обухом. Это первая версия. Еще она отлично работает. Осевых винтов здесь нет. Здесь заклепки такие заполированные. И каких-то проблем с ними у меня не возникало. Из проблем, которые были, это то, что вот рукоять покрывала сетью таких микроцарапин. Но какая-то наждачка нулевочка спокойно заново полирует такую нержавеющую рукоять. И все возвращается в исходное положение. Этот ножик имеет гораздо более приятную механику, чем версия с G10. В общем, мое впечатление о ножах Bird такое. Достаточно интересный вариант. Если вы хотите попробовать такие ножи с отверстием для однорукого открытия, то следует оптимально, конечно, попробовать нож в магазине. Посмотреть, как он выглядит, как он ляжет вам в руку. Но с другой стороны, это, скажем так, классика. Уже можно так сказать. И она достаточно стабильного качества. Вот из трех ножей, которые у меня есть, только версия G10 имеет достаточно тугой замок. Но на ее работе практичности это никак не сказывает. Кстати, вот из интересного по заточке из коробки. Это один из немногих ножей в последнее время, который реально бреет волосы на запястье. И который хорошо с этим справляется. Давно уже не было ножей с такой заточкой из коробки. Я их не видел. По резу. Режет он отлично. Сталь всем известная. 8 Chrome 13. Хорошая нержавейка. Если за ней следить, на ней не появляются заточки ржавчины. Неплохо держит заточку. Не заминается. И каких-то проблем с ней нет при ее правке и заточке. Повторюсь. При силовом резе, конечно, рукоять наминает руку, потому что она достаточно тонкая. Но порезать какие-то продукты, вскрыть посылки или просто поиграть ножичком, покрутить его, построгать веточки, проблем с этим не будет. Разбирается и чистится нож просто. Соответственно, даже если у нас загрязнится механизм, почистить его не будет никаких проблем. Рукоять ножа пластик ФРН. И если при первом взгляде кажется, что это полностью пластик, на самом деле там внутри есть стальные плашки. Они спрятаны внутрь пластика и доходят практически до конца рукояти. Соответственно, боковая жесткость на излом достаточно высокая. Но следует четко понимать, что это не нож-ломик. Это EDC нож, функциональность которого не распространяется на открытие канализационных люков. Одно из основных отличий этих всех трех моделей, это толщина ножа в обухе. Как видим, самый тонкий у нас клинок последней кары-кары с накладками из FRN. И самый толстый с накладками из нержавеющей стали. Если рассматривать мелкие детали, то видно, что версия с накладками из G10 сделана грубее всех. Особенно это видно по насечкам на лайнерах, плашках и на клинке. От себя могу сказать, что вот эта версия легкая, облегченная и весьма интересная. И я думаю, она займет свое место в какой-то подсумке с EDC набором. Рукоять достаточно хороша тем, что не портит снаряжение. На этом все. Спасибо всем за внимание. Нож предоставлен для обзора официальным дилером ножей Spyderco в России. Ссылка на магазин и промокод на скидку в описании к видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok